здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта адская дорога посмотрите почистили дорогу к перевалу за вот этим перевалом италия а уже было знаешь назад уже было не было пути я думаю ну все и на самом деле была глупость потому что надо было все таки как попытаться развернуться что дальше в территории италии было все намного хуже мне просто повезло что ни на одном повороте я не встретился с какой-нибудь большой машиной вот она видишь ну то здесь вот она уже петляет но как бы вот здесь еще терпимо а вот ну вот а сзади вот две петли подряд смотри жал жалко всем жестких таких уже обчищенная дорога красиво сейчас смотрится вот друзья дорожка по которой я приехал с планерным прицепом и ушуршал туда вниз в сторону италия вот как она выглядит территория италии почищена точнее территория франция в италию пока решили не чистить вот эта дорога страшно на машине ехать а прикиньте я здесь с планерным прицепом прошуршал полностью мудаческий подвиг я его осознаю ну вот глупость человеческая она и есть глупость человеческая вот по этой дороге я забрался вместе с планерным прицепом когда ехал на чемпионат мира я сейчас смотрю с ужасом на эту штуку то есть как вообще могло хватить ума забраться сюда и поехать проходить все вот эти развороты причем в режиме автопоезда когда у меня есть планер на прицепе и длина этого автопоезда 10 метров первый кусок который меня сильно удивил вот двойной разворот я пошел налево там не чиркнул а вот на этом правом вираже чиркнул так что на сантиметр укоротился специальный башмак который предназначен для того чтобы его стирать в таких местах сейчас я хочу пронестись над дорогой по этому ущелью нам надо куда-нибудь туда улететь 2 600 у нас высота и там где-нибудь набрать высоту вот но для перед этим я хотел бы сейчас с криком эгегей прям по дорожке пройтись очень мне этого хочется очень страшно мне немножко нисходняк потому что течет воздух холодный по всему склону но я не б-б-б-б боюсь почти а ты боишься капайл от ббб все пора дальше я уже совсем боюсь опускаемся прям дороге и погнали по дороге велосипедисты какие-то были. О, как мы шпарим. Ну что, друзья, вот так спланер может фигачить по ущелью. Скорость ухода вниз дороги превышает скорость нашего снижения. Вот тоже, кстати, отличный виражик здесь был. Да, не хочу на очень высокой скорости идти, боюсь всю высоту растерять. Мне же там потом еще как-то ее набирать. Ну, а вы можете полюбоваться ущельями, как же все здесь красиво. И, казалось бы, совершенно безумие. Где же мы будем приземляться, если что? Некоторые скажут, у вас мотор есть. На мотор мы, друзья, не рассчитываем. Вы все знаете, как замечательно у меня двигатель отказал недавно. Все это, конечно, мотор это хорошо, но ненадежно. Поэтому мы рассчитываем, во-первых, там есть поляны посадочные, если мотор не запустится. Во-вторых, энергия. Я думаю, что мы сейчас спустимся из этого ущелья и там где-нибудь впереди... Видите, какие... А я вам сейчас покажу, где мы будем высоту набирать. Видите, висит красивейшее облачко, под которым, я думаю, что мы попробуем выпарить и набрать высоту. А пока летаем так, как я вообще низко здесь никогда не летал. Это я исключительно своему хорошему другу решил устроить экскурсию-сюрприз. Сейчас попробуем спуститься вообще пониже. 200. Наверное, потому что обязательно надо дотянуть до конца долины, а скорость снижения у нас большая. В этом случае выгоднее использовать высокую скорость планера, чтобы пробить все низходники. Видите, 5 метров меня давит вниз. И пробиться к началу ущелья там должно быть полегче. Машинки какие-то едут. Главное в такой ситуации, не нарваться на какие-нибудь проводочки. Слушайте, минус 5 как продолжается все, льется страшной силой. Реально. Тут уже даже я, как это, на камеру не работаю. Потому что, ну, доходим, вот следующее ущелье, там запас по высоте будет больше. Вот в этой деревушке тоже меня. Вот, кстати, поворотик. Я не туда свернул и поехал по верхней дороге. Смог развернуться, но увернуться уже назад не смог. Мне пришлось возвращаться дальше и где-то вот в этой долине справа выбираться. Да, вечер перестает быть томным, низковатым и потоков нет. Вот это да. Вот это рок-н-ролл. Все, друзья, до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Мы будем отсюда выбираться. Это уже серьезно. Потом напишу, выбрались или нет. Слушай, ну так, как-то мы тут... А где потоки, спрашивается? Там, проходи, прошли немножко один. Ну, если нам... Да не, ну там... Не сказал бы, чтобы там было что-то такое, да. Но мы что-то куда-то забрались, будь здоров. Главное, льет, как со страшной силой. Ну, сейчас дойдем вот до южных склонов впереди. Там вот тут впереди склон должен работать. О-о-о-о-о-о. Блядь, я не закручу здесь. Пахнет лесом. Ну, невозможно низко слишком. Фу. Ладно, пошли дальше. Справа склон, вот на это ребро попробуем сходить, а потом на облако слева. Блядь. Нехорошо. Ладно, уходим в долину, но впереди южный склон, ветер дует налево, будем по южному склону как-то выходить, пытаться на аэродром Барселона это уходить. 2600 метров он, высота как бы есть, но совсем мне не нравится ее количество, и главное не скотняк постоянный какой-то. Я иду по склонам и тяну к аэродрому Барселона, этого Бриансона, тьфу, Бриансона, Сан-Крипан аэродром, снизу Лэп. Ну вот, две у нас есть, сейчас будем смотреть, как мы будем выбираться. Две, 12, вот я слил на вираже сейчас. Две тысячи это то, что у нас было. И вот пока парни примерно как ему летают, ни у кого не лучше, ни хуже. Вот здесь нас недавно совершенно поднимало, а сейчас... Там.